Денис Рабчук не раз становился героем наших сюжетов, и это неудивительно. Он разносторонняя личность, активист гимназической жизни, инициатор проекта, волонтёр ЮНЕСКО. В круг его интереса входит география, которой он увлечён с детства, а также экономика. Как итог многолетнего упорного труда, грамотного руководства учителей, огромного желания и постоянного саморазвития, в копилке Дениса сегодня множество наград различного уровня. Одна пронзанная Республиканская олимпиадия по географии, одно серебро на Балтийской олимпиаде по географии, одно золото на Европейской олимпиаде по географии, на той же олимпиаде серебро, одно золото на Международной олимпиаде по географии, одна бронза на Международной олимпиаде науках и земле, и одно серебро на Международной олимпиаде по экономике. В этот раз юноша завоевал золото на 17-й Международной олимпиаде по географии Айгео-2021. В истории участия белорусской сборной на данных соревнованиях – это вторая победа, И мы гордимся, что ее принес наш земляк. Для самого же Дениса золотая медаль на Олимпиаде такого уровня уже не первая. Ну, это золото было не первым в моей карьере. Первое золото у меня появилось в прошлом году на Европейской Олимпиаде по географии. Это первая Олимпиада, которая проходила онлайн. И в целом так сложилось, что она была очень серьезная, очень жесткая по времени, по заданиям и всему такому. И я был очень удивлен, когда я взял золото. С одной стороны, с другой стороны, я все равно к этому готовился, и это было предсказуемо. В этом году золото. Золото на Международной Олимпиаде по географии, это вот считается среди конкретно географических олимпиад, это самое высшее. Высшее уже нет. Она была не то, что какая-то сложная, она была скорее необычная. То есть, многие Международные Олимпиады, они строятся в целом примерно по одному и тому же паттерну задания. Там они были несколько другие. Участникам предстояло пройти мультимедийный тест, теоретический блок, а также выполнить немало практических заданий. И все это на английском языке. Необходимо было задействовать логику и весь предыдущий опыт, чтобы обойти порядка 200 сильнейших соперников из 46 стран мира. Однако, Денису покорилась и эта вершина. Казалось бы, логично после такого успеха связать свою жизнь с географией. Но свою карьеру он видит в другой сфере. Если брать мою будущую карьеру, то я планирую связывать ее с экономикой. В целом, я уже попробовал себя. В общем, я не пойду по экономике, взял серебро. И в целом, мне эта сфера на самом деле нравится еще больше, чем география, потому что там она, как по мне, гораздо более точна и гораздо более практична в том плане, что она применима скорее больше не как к планете географии, а как к обществу. Сбудутся ли эти прогнозы, покажет время. Мы же уверены, что еще не раз услышим об этом юноше и его успехах. Продолжение следует...